Итак, всем привет дорогие друзья, с вами Тутемпалт, а это обзорное видео, и в этом видео мы попробуем с вами приручить блуд сталкера, то есть кровопийцу, ну и можно его также назвать кровососом. Ну что ж, погнали! Ну что ж, смотрите, вот я и нашел этого кровопийца, он из меня высасывает кровь, нифига себе, конечно, смотрите, короче, насчет его приручения, он пьет пакетики с кровью, то есть мне сейчас надо по-быстренькому вот это вот прописать, и пусть он меня присосет, да, пусть он меня присосет. Вот у меня, видите, в инвентаре пакетик с кровью, и так вот он, по идее, должен притомиться, если он меня, конечно, сейчас притянет. Нифига себе он, конечно. Че творишь-то? Так это, ты меня присасывать-то будешь? О, давай. О! Пошло приручение, слышите че? Он очень много ест пакета с кровью. Интересно, конечно. Блин, давай еще призовем, что-то он это не насыстится никак. Он очень много пакета с кровью ест, но по идее, как сказали, томится он именно так. Да когда ж ты насытишься, а? Нифига себе. Поймана в паутину. О, а вот приручение-то пошло. Мини Хелена, кстати, умеет на русскую R на клавиатуре сканировать. Типа, вот я могу просканировать, сколько у него идет приручения. Это классненько. Не, ну смотрите, он очень много, кстати, пьет. Это какого уровня? Это 39-й, понимаете? Это 39-й уровень, и он на Х1 столько из меня выпивает крови. Это просто жесть. Ну ладно, сейчас он приручится и посмотрим, на что он способен, этот Блудсталкер. Сколько у тебя осталось? Ну нормально так приручается. На еще, че, я жму, что ли? Кстати, вот так вот разводят, очень прикольно. Как будто каких-то грибов принял, что ли. Фиг его знает. Ну, выглядит прикольно. Кстати, хочу сказать, вот разработчики ARK на 300 мегабайт какое-то обновление выпускали, вот буквально сегодня, и типа, ну и фпс у меня стало значительно побольше. И за это им спасибо, конечно же. Да на роли насекомых мне пофиг, если честно. Кстати, от роли насекомых мы, вы можете факелом отмагивать. Вау. Ничего себе. Друзья, это че такое? Как я со стороны-то вылежу? Ё-моё. Ну-ка, а ты умеешь двигаться? Да, умеет, смотри-ка, ничего себе. Ничего себе, система он еще. А с животными ты че делаешь? А, он из животных че-то еще высасывает, что ли. Интересно. Вот он отметил этого, да? Атаковать можешь? Не, судя по всему, он его атаковать не будет. Как я понимаю. Блин, ну знаете, очень прикольная штука эта выглядит. Так, вот типа, я нажимаю правую кнопку мыши, и он подтягивается на паутине вот таким вот образом. Прикольно выглядит, знаете. Так, ага. Ага. А, ну давай. Я типа еще не научился нормально им отправлять, а он вообще умеет драться-то. Это, конечно, что-то пока непонятно, но он вот так вот приручился. Ох, нифига себе. Так вот как оно работает. Короче, друзья, им управлять, ну, не так уж и легко, вот честно скажу. Типа, ну, когда только начинаешь пробовать что-то им делать. Не так уж и просто. Вот, типа, вот так вот он притягивается, вот. Жмешь на левую кнопку мыши, и он вот так вот притягивается. Кстати, надо бы это... Что-то не сильно удачный кадр. А из него вылезти-то можно? Да, можно, нифига себе. Вот только посмотрите, как он выглядит. Это машина, конечно. На превьюшку пойдешь. Давай на превьюшку. Здравствуйте. Так вот, на превьюшечку. Так, ладно. Ну, смотрите. Такие вот у него статы, урон у него есть. То есть, он как-то еще наносит урон. Может быть, я что-то еще не понимаю. Ну, давай залезем, да? Пробуем русскую эс. А, вот, смотрите. На русскую эс он какой-то урон наносит. Получается, это ладно. На первую кнопку мыши он делает одну паутинку. Так, ну-ка, давай попробуем это, например, отцепиться. Прикольное управление, конечно, вы знаете. Вау, аккуратно. Ну, интересненько, да. Это, это тебе, блин, не дрейком управлять. Это что-то стрёмное. Ладно, я пока... А, а что если я нажму КТРЛ? О. На КТРЛ, смотрите. Если нажмешь на КТРЛ, он отмечает конкретно животное. Блин, стоять. Ну-ка, если я... О, на шифт он начинает карабкаться по стенке. На шифт он начинает карабкаться по стенке. А на это он что делает? А, во! Смотрите, выкачивание крови пошло. Вот оно как работает. Смотрите. Короче, вы типа паутинкой целитесь чисто на животное, да. И он начинает из него выкачивать кровь и тем самым хилиться. Интересное животное. Кстати, насчёт этого паучка. У него есть такая функция, то что он улучшает ваши статы видимости. То есть вы лучше видите вдаль, вы лучше дальше стреляете, но он повышает ваши характеристики. И да, вот этот вот режим кровососа, он включается и отключается, я как понял, на КТРЛ. Вот так вот он просто бьёт. Вот так вот он высасывает. Да, да, да. Вот так вот он высасывает. Да, всё верно. Кстати, вот, наверное, ему лучше всего выносливость качать с хпшкой. Так, ладно. Вот, да, вот видите, он на КТРЛ стал отмечать подробно. Вот именно на КТРЛ. Я вот сейчас, правда, жму КТРЛ. Он не хочет этот режим атаки отключать, но, типа, всё равно же я могу, вот, например, взять и сюда притянуться. Типа, знаете, прикольный зверь, хочу сказать. Мне нравится. Ну, вообще, как сказали разработчики, у нас с этим паучком, ну, кровопийцы, типа, симбиотная связь. То есть, это мой симбиот. Вот давай, например, туда сейчас полетим. Нифига себе, конечно, картина. Ничего так. Вот от первого лица ничего так выглядит всё. Ну, типа, до сих пор же, хочу сказать, надо учиться заниматься таким управлением. А так он, типа, очень, ну, слишком быстро передвигается. Вот хочу сюда, да. Да-да-да, он притягивается. Ну, вот смотрите, друзья, именно на... Отстань. Нифига себе. Вот, смотрите. Пришли к выводу, значит, то, что на правую... Ну, да, а нет. На левую кнопку мыши он, вот, смотрите, выпускает одну паутинку. На правую кнопку мыши он выпускает одну паутинку. На правую кнопку мыши выпускает две паутинки. И так притягивается. На шифт он начинает карабкаться по стене. Вау, аккуратно. Блин, он, конечно, классный. Мне нравится очень. Он очень круто выглядит. Ну, да, и смотрите, прикол. Вот видите, да, я отпустил паутину, да. На КТРЛ он эту паутинку отпускает. Все, теперь разобрались. На С он атакует лапами. На КТРЛ он отпускает свою паутину. Ну, а также, ну, пробел это прыжок. Все элементарно. Ну, и как-то так. Ну, и типа, это вот наш симбиот, который помогает нам путешествовать по миру. Ну, выглядит очень классно. Вот, друзья, это просто шедевр. Это вот классное существо. Кстати, хочу сказать вам важную информацию. То, что этих блудсталкеров можно размножать. Это первые варки насекомые, которые поддаются размножению. Ну, которые, в принципе, умеют размножаться. Ну, конечно, приручение у него идет прикольное. То есть, смотрите, вам надо дофигища. Вот просто дофигища пакетиков крови в инвентаре. И тогда вот у вас приручится вот такой вот симбиот. Ну, и вот как-то так, друзья. Ладно. Подписывайтесь на канал, так сказать. Ставьте лайки. С вами был Тутэмпаут. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии, постараюсь на них ответить. Всем удачи и всем пока.